Как женщине прийти к своему предназначению и реализовать себя? Миллионы женщин находятся в подвешенном состоянии, когда даже не понимают, в какую сторону им нужно смотреть. Вот в этом видео я хочу поделиться с вами некоторыми рекомендациями и, конечно же, поговорить про ваши ошибки. Первое, с чего я хочу начать. Это цель, которую вы подглядели и подсмотрели у кого-то. То есть цель, которую вы ставите перед собой, но по факту она не принадлежит вам. Например, вы в социальных сетях видели, как какая-то женщина начала делать тортики или какие-то пироженки. А вы тоже умеете делать тортики. И вот они у нее раскупаются. И здесь она уже пишет пост, где хвастается тем, что за последние полгода она заработала достаточно денег, чтобы выплатить ипотеку. И вы бросаете все, что вы делали раньше, работали, и начинаете делать тортики. Но никакого результата это не приносит. Только лишь дополнительные трудности и разочарования. Может быть и обратная сторона. Когда у вас все начинает получаться, и вроде бы и у вас тортики покупают, но внутреннего удовлетворения и кайфа просто-напросто нет. То есть вы подглядели, посмотрели на чужую мечту, на чужое предназначение, и решили, что и вам это тоже подходит. И с такими людьми мне приходится часто общаться. А еще раз повторю, сейчас социальные сети очень развиты. И люди действительно, путаясь в своих ценностях, в своем истинном желании, определяют свой путь, ориентируясь на тот путь, который уже прошел человек. Но по факту, если это не ваше призвание и предназначение, вы будете просто-напросто разочарованы. А как вы понимаете, что вы разочарованы, у вас появляется плохое настроение от одной мысли, что вам сейчас нужно что-то делать, вам становится грустно, дискомфортно, пропадают куда-то силы, вам хочется побыстрее добраться до кроватки, полежать, но при этом не заниматься тем, чем вы планируете. Во-первых, нужно пойти, часто можно определить, ваше это или нет, то есть определить свои сильные стороны, сильные качества и таланты через негативную обратную связь. Вот очень часто люди, которые нас критикуют в чем-либо, подчеркивают какие-то наши недостатки, вот там можно найти свою точку силы. Вот то, что не нравится другим, часто является нашей сильной стороной. Можно посмотреть с этой позиции. Например, женщине часто делают замечания, что она много говорит, рассказывает какие-то истории, ей рот не закроешь. И окружение может воспринимать вот эту болтливость женскую и красноречие недостатком. Хотя по факту это является сильной стороной, и женщина может быть и прекрасным оратором, и спикером, а возможно потом и обучать ораторскому мастерству, если получат соответствующие знания и образование. Поэтому здесь, конечно, я часто рекомендую обращать внимание на критику со стороны нашего окружения. И там действительно много ресурсных состояний. Либо пойти уже от позитивного. У каждой женщины, у каждого мужчины возникают какие-то спонтанные идеи. Идеи, которые сопровождаются ярким эмоциональным состоянием, гормональным состоянием. Вы загораетесь, и как только это состояние появилось, зафиксируйте свое внимание на обесценивании, которое тут же отправляется в адрес вашей мечты. И это обесценивание делаете тоже вы. Вот, например, женщина загорелась с мыслью открыть салон красоты. Вот я хочу. И ей нравится эта мысль. Она понимает, что у нее все может получиться. Но тут же какой-то внутренний голос говорит, да ладно тебе, успокойся, это абсолютно лишнее. У тебя нет денег, у тебя нет связи, где ты возьмешь клиентов. То есть здесь, в этом случае, очень важно переключать свое внимание с позиции эмоций на аналитику. Сесть абсолютно спокойно, взвешенно, прописать свои возможности. Для чего это делается? Если вы, взвесив все риски и свои возможности, понимаете, что вам ничего не мешает добиться поставленной цели, и вы действительно этого хотите, вы действуете. Если аналитика и риски взвешены, и вы понимаете, что этого сейчас делать не надо, вы этого не делаете временно. Но при этом создаете условия, благодаря которым вы, пусть даже немного позже, но придете к результату. То есть придете к поставленной цели. Вот я приведу вам несколько примеров. Они напрямую будут взаимосвязаны и с первым пунктом, и со вторым. Например, женщина с низкой самооценкой пытается пойти в самореализацию не для того, чтобы получить внутреннее удовлетворение, а кому-то что-то доказать. То есть показать своему окружению, что я тоже личность, что я на что-то способна. То есть пройти некий этап нарциссической верификации. Или, например, мы берем женщину, которая хотела бы заняться любимым делом, но находится в деструктивных отношениях, и все ее внимание рассеяно. И она смотрит исключительно в сторону улучшения отношений. Она может страдать, может быть абьюз, измену, инфантильный мужчина рядом. То есть у нее не получается сконцентрироваться. И вот, допустим, есть у нас ретикулярная активирующая система. Она не определяет, что есть хорошо, что есть плохо, а определяет, что есть важно. И если все процессы в вашем организме показывают вам, что муж-алкоголик – это самое важное на сегодняшний период, естественно, у вас не получится сфокусировать свое внимание и прислушаться и к внутреннему своему ребенку, к мечтателю, и к своему внутреннему аналитику. Не получится найти даже энергоресурсов, благодаря которым вы сможете реализовать свой проект. Вот вы наверняка сталкивались с ситуациями, когда вы переживали какой-то кризис, и все ваши мысли были направлены исключительно в решение какой-то задачи. И если вам кто-то подходил и предлагал какие-то иные формы, мысли формы, подумая об этом, отвлекись, у вас не получалось этого сделать. Но бывают ситуации, когда мы адаптируемся к стрессу, и по факту все наши ресурсы уходят на то, чтобы в этом стрессе выжить. И тогда, естественно, женщина никак не может мечтать о чем-то, думать о своем предназначении, о цели и полагании. Вот для того, чтобы настроить эту ретикулярную активирующую систему, найти ресурсы и научиться стопроцентно попадать в свое предназначение, через здоровую самооценку, психологическую зрелость, через контакт со своим истинным «я», через проработку психотравм. Я, конечно, вас приглашаю на свою диагностическую программу. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится в описании под этим видео. Это безоплатно и из любой точки мира вы можете принимать участие. Но по факту вы гарантируете себе абсолютно четкое понимание того, кто я есть, куда мне идти и как мне это делать. Вот об этом мы обязательно с вами поговорим в рамках программы. Поэтому регистрируйтесь и присоединяйтесь. Следующий очень важный момент – это, конечно же, найти для общения тех людей, которые уже добились успеха в том деле, которым вы только начинаете реализовываться. И здесь одной из ключевых проблем, с которой вы можете столкнуться, может быть, ваша гордыня, когда вам стыдно пойти и попросить помощи, научиться, потому что вы по какой-то причине считаете себя уже мега-супер-классной, и в этом мире все вам обязаны и должны. Нет. Не нужно этого стесняться, не нужно этого бояться, нужно идти и прямые вопросы задавать этим людям. Возможно, где-то пойти в качестве помощника, а может быть, где-то даже и заплатить деньги за то, чтобы человек рассказал вам о своем опыте. Может быть, поприсутствовать на какой-то лекции этого человека, а может быть, есть какие-то группы и сообщества по интересам, где вы также можете общаться с людьми, у которых уже был определенный опыт и в ошибках, и в достижениях, и они могут с вами поделиться им. Не нужно этого бояться. Сложно себе представить, что вы, мечтая стать великим кондитером, будете окружать себя, например, сантехниками либо бухгалтерами. Зачем вам эти бухгалтеры и сантехники нужны для общения? Ведь у них все разговоры будут только об этом. И вы обратите внимание, когда собираются психологи вместе где-то отдохнуть, нет, нет, но все равно разговоры о психологии, о развитии, о пятом, о двадцатом. Собираются сантехники, они будут разговаривать про всякие там патрубки, хомуты, герметики и все остальное. Рассказывать интересные случаи, конфликтные ситуации. Так же, как и у водителей, дальнобойщиков. Ну и, конечно, очень важный пункт – это движение в сторону цели маленькими шажочками. Когда мы ставим перед собой какую-то цель и пытаемся прийти к результату за счет крупных отрезков, у нас очень часто, нас очень часто может отбрасывать назад. И мы воспринимаем свое поражение столь глобально, сколь глобальное мы формируем действие. Слушай, ну у меня была цель, когда я хотел стать радиоведущим. И у меня были проблемы. То есть я поставил себе глобальную цель. Я хочу быть радиоведущим на какой-нибудь федеральной радиостанции, на крупной. Но по факту цель глобальная. Глобальная, большая. Но, учитывая, что у меня были препятствия определенные, картавость сильная, проблемы с дикцией и так далее, там внутренние страхи, комплексы, эта цель не реализовывалась. Во-первых, потому что мне все отказывали из-за того, что я отправлял свои резюме, записи, голоса. Мне все радиостанции отказывали. Говорили, нам картавые не нужны, тембр у вас нормальный, а вот все остальное не очень. Простите. И, естественно, вот этот откат и временная неудовлетворенность запроса приводит тебя в состояние сильного стресса. Но, когда я поставил себе цель действовать маленькими шажочками, например, сначала исправить свою картавость. То есть поработать с речью. Сделал шаг, поработал, исправил картавость. После этого я поставил перед собой цель поработать со своим стеснением, страхом взаимодействия с аудиторией. Лампочка красная горит на микрофоне. Пошел в эту работу. И так постепенно, 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 когда я проработал основные моменты, связанные с моей неуверенностью и речью, я как раз-таки и пришел к реализации. И у меня получилось стать радиоведущим. А когда человек ставит перед собой глобальную цель и пытается ее реализовать в моменте, естественно, поражение будет 100%. Только в лотерее так бывает, да, когда случайность. Вот тебе просто повезло. Совпали цифры, ты выиграл, джекпот сорвал. А если мы идем действительно к реализации своей мечты, ничего не получится, если мы будем идти семимильными шагами. При этом очень многие люди как делают? Они обозначают действия, которые требуют наименьших энергозатрат. И самое наименее энергозатратное действие – это представить себя успешным. И здесь ловушка. То есть он себя представляет успешным, востребованным. У него дофаминергическая система начинает выбрасывать огромное количество дофамина, потому что дофамин вырабатывается и в предвкушении ожидаемого, и в момент, когда ты соприкасаешься с тем, чего ты ожидал. И очень многие люди зависают на этой визуализации, мечтаниях. Я обязательно буду успешным, я обязательно буду крутым. Нет, так нельзя делать ни в коем случае. Если вы понимаете, что ваша цель глобальна, ее нужно разбить на маленькие шажочки. И чем больше этих мелких шажочков, тем проще вам будет реализовываться. И чем проще будет идти процесс достижения результата. Ну и, конечно, очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это поменьше говорить о том, что вы планируете делать. Опять мы отсылаемся к дофаминергической системе. Чем больше вы рассказываете, тем более высока вероятность того, что у вас ничего не получится. И речь идет не о том, что эти люди будут завидовать вам, либо сглаз, либо порча. Нет, речь не об этом. Вы сами станете причиной нереализованности своей. Потому что я поставил перед собой цель, например, стать рэпером. Я буду рэпером. Все. Прихожу домой, рассказываю. Блин, я буду рэпером. Все, я буду читать рэп. Естественно, для людей это такая новость интересная. Вау, круто, давай пробы. Уровень дофамина подскочил. Я опять кому-то пошел, рассказал. Опять уровень дофамина подскочил. И вот я хожу всем, рассказываю, а действий никаких. И если есть только рассказы, а действий нет, естественно, происходит фиксация. Дофамина больше всего там, где есть п***больство. Надо побольше п***ть. И каждый раз менять свои планы и мечты. И каждый раз про них рассказывать. Про них рассказывать кому-то. Все. Вы просто привыкнете к тому, что у вас появится зависимость. Да, вот есть люди, которые очень много фантазируют и рассказывают о своих успехах. О прошлых, о настоящих, о будущих. А по факту ничего нет. И вы их называете балаболами, этих людей. Но по факту это такие интеллектуально-речевые наркоманы. То есть, если он не спи***ит, простите меня, если он не расскажет какую-то историю, не придумает что-то, он не сможет расслабиться. Он за счет этого нагнетает гормоны радости и счастья, особенно дофамин. И успокаивается. Понимаете? А ему надо говорить, 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 говорить. Поэтому в этом случае, конечно, на ситуацию можно повлиять следующим образом. Даже если вы язык за зубами держать не умеете, поставьте себе цель. Если я что-то рассказываю, пусть это будет один человек. Не много людей, а один человек. Но также поставьте себе цель. После каждого диалога, где вы делитесь чем-либо, вы должны моментально совершить хотя бы какое-то действие. Чтобы сформировалась привычка получать удовольствие не только во время разговоров, но и во время действий. И я объясню вам даже почему. Смотрите. Действие подразумевает в том числе и движение. Встать, пойти, поговорить, позвонить, побежать, поехать, полететь. Две трети нейронной сети как раз-таки обслуживают наши движения, наши действия. Физические в том числе, представляете? Ну, физические. Две трети. А нейронная сеть это 90 миллиардов нейронов. Одна треть отвечает за другие процессы. За речь нашу. Поэтому если вы просто пиздец, простите меня. Вот эта одна треть нейронов, если ее разделить как раз на речевые функции аналитические, там очень маленький процент нейронных взаимодействий. У вас ничего не получится. А как только вы к тому, что вы говорите, подключаете две трети нейронов, которые обеспечивают ваше движение, у вас все будет получаться. Поэтому я часто даже рекомендую людям мечтать в движении. Вот ты выходишь, например, и идешь. Идешь, 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 идешь. Бежишь, спортом занимаешься. Неважно. Главное, чтобы было движение. И когда ты в движениях мечтаешь, ты помогаешь самому себе находить ресурс для того, чтобы идти к этой поставленной цели и не откладывать на потом. И там же еще очень важные моменты, связанные с академической прокрастинацией, срабатывают. Это самый главный враг всех талантливых людей. Об этом я запишу отдельное видео. Поэтому не пропускайте новые выпуски. Ставьте, нажимайте колокольчик. Ставьте лайк. Если не подписаны, подписывайтесь на мой канал.